Запутали соперника. 3-5-2 попробовал сыграть «Зенит». И после матча сказали, и Петр Желла говорил, что ну мы готовы. Вот первый удар по воротам. Я специально сделал паузу, но удар сильным не получается. Все-таки больше командой домашней. Все основные победы и большинство все-таки одержаны на домашней арене. В выездных матчах чувствуется, что не слишком уютно. Российские болельщики недовольны. Считаю, что был фолл против Саши Спивака. Да, неожиданно Александр Спивак оказался на месте, где мы обычно привыкли видеть либо Аршавина, либо Александра Киржакова. А вот опасный момент. Камил Чентафальский. Ну что ж, вздохнем, пометим у себя в блокнотах первый голевой момент. Даниэль Броттон. Рослый нападающий. Прекрасно сыграл Камил, вышел из ворот в свое время, но сократил угол обстрела. Такая мощная поддержка с трибуна Зенита. Да, футболический суппорт. Пожалуй, мы больше даже слышим. Киржаков. Нет, многие в перчатках играют. Да, вот я сейчас смотрю. Спивака голые руки. Вот Аршавин и Киржаков. Напрашивается пас. Великолепно. Великолепно. Вот это гол. Аршавин. Аршавин открывает счет голам Зенита в новом сезоне. Киржаков. Петр Желла. Первая же острая атака. Запутал, запутал защитников Аршавин. Увидел, что все-таки перекрыт Киржаков. Подумал и пробил. Штанга спасает Зенит. И Чентофальский. Чентофальский задел мяч. Нет, друзья. Александр, штанга спасибо сыграла за Зенит. Билл Дорсин. Но сначала это сделал Чентофальский. Дотянулся он до этого мяча из самого угла. О, Камил. Второй раз команда уже тебя благодарит. Да весь Петербург. Я понимаю отчаяние Дорсина. Казалось, что мяч-то летит уже в ворота. Он подает угловой. Левша. Где, давай бить. Нет, 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 нет. Нюш. Анюков. Улыбается. Желтая карточка и пенальти. Вот, конечно, неприятно. Смотрим еще раз. Братон. Ну, судья расстанел, это как хоккейный прием. Блокиров. Анюков подставил Петро. Камил. 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 Потрясающая игра Чентофальский. Господи, игра продолжается. А Зенитов успевает подбежать к вратарю. Поблагодарить. Роди Йонсон. Кумир трибун не забил пенальти Камилу Чентофальский. Как достал мяч Камил, а? И опять. Опять на этот раз перекладина сыграла за Зенит. Но в первую очередь это сделал Камил Чентофальский. Чентофальский показывает свое мастерство. Нет, не успел. Нет, никакой. Еще один угловой ворот Зенита. Удар получился не сильным. Камил Чентофальский, питерского нападающего. Сейчас, конечно, просто необходимо мяч подержать. Неужели сейчас не было нарушения? Ну, Александру надо вставать и... Смотрите, что происходит. Гол! 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 2-0! Киржаков! Ну, такого мяча давно не приходилось видеть. Я вспоминаю игру сборной. Не в такой же ситуации или был забит мяч, когда рикошетом от Киржакова мяч влетел в ворот. Александр, может быть, сейчас, чуть позже вспомните, в матче с какой командой это было. Александр, какого-то футбольного бога, нерасторопность голкипера. Да. Как неудачно Йонсен выбил мяч. И хорошо, что в этот момент руки Александра были плотно прижаты к туловище. Я не сомневаюсь, чтобы португальский судья мог зафиксировать нарушение правил со стороны Киржакова. Но плотно прижатые руки, он даже пытался увернуться от него. Ай да подарок! Очень плохой пас он отдал ему, посмотрите, Алексей. Двойная ошибка фактически. Какого футбольного бога? И как удачно мяч отскочил в ворота. По идеальной траектории. Самый уголок. Нет, все-таки, виноват решил, что потеряют мяч норвежцы. Нет. Опять неудачно играет защитник. И Радимов на этот раз словно почувствовал. Что вариантов было у Радимова, но опасный момент. Никого не было. Неплохая была передача Йонсен. Конкуренция за место на фланге в полузащите. Извините. С появлением колейца. Хаген блокировал удар, но неудачный отскок. Ну, еще раз повезло Зениту. Это Странт. Самый опытный из музеев. Да, вверх не направлял он мяч, но мяч прошел. Чуть выше перекладины. Да, здесь никто из зенитовцев уже не успевал перекрыть Странта. Да, и практически беспрепятственно бил. Представьте. Ну, на этот раз удар не такой был, как в первом тайме. Дорсин левша. Неплохо закручивает мячи. Помните, его штрафной в первом тайме, когда Чентофальский, ну, каким-то чудом еще помогла штанга, но заслуга-то Чентофальский, что он успел вытащить этот мяч. Йонсен. Будем так говорить. Привез он один гол в свои ворота. Не без помощи Киржакова, конечно, но ошибка... Ошибка, ошибается Хаген. Старфор выходит. Ну, молодец, Анюхов. Молодец, Анюхов. Да, его действий. Пенальти ворота Чентофальский. Сейчас он сыграл здорово. Скорость есть. Успел на подстраховку. Выбил мяч. Да, условия будут сейчас непростыми, если это не раздумывая. Неожиданное решение. Ну, бомбардир. Киржаков. Нет. Сейчас, к сожалению, у Зенита был большой разрыв между полузащитой и нападением. Просто некому было Киржакова отдать мяч. Пастый момент. Камил. Четвертый раз спасает Зенит за матч. Четвертый раз. Но он решил поработать сегодня чуть ли не за всю оборону Зенита. Да, Хаген с Каженцом явно оголили зону. Да, потеряли. Свободу натёр плечо Манюкова. Он подал головой и остался шафтой Зенита после этого. Да, вот этот удар, на который прекрасно. К сожалению, очень мало было шафтой Зенитовцев. Чтобы выиграть вербу за мяч. А сходу не получилось у Шерла. Большинство мячей на подморе выигрывает именно он. Попытка нанести удар, но Анюков Акмел на самом деле подключается практически к каждой атаке. Руссенбурга. Это могло... Горшков мог замкнуть, если бы проскочил этот мяч. Да и Крижин от Снастрия был. С этого фланга теперь Ширу. Хорошо. Шкартел. Высокий прыжок. Очень высокий прыжок Шкартела. Посмотреть повторно. На метр он вылетел, не меньше. Оттолкнулся от тяжёлого поля. И очень неудачно приземлил. Высшую лигу норвежского футбола. Но спасли седьмое место. Но для Руссенбурга это всё равно провал. Команда, которая многократный чемпион Норвегии. Да, до предыдущего. Смотрите. Что говорят румынские клубы сегодня. Румыны выигрывает у Херенвена с Тяуа. Армейский клубы. И матч. Немного известно про его биографию. Знаешь, что он, по-моему, в Марокко успел поиграть. Надо убить, Саша. А ведь можно было уже... Владислав умело тянет время. В данном случае. Поскольку умело. И сам же пробил. Ну что ж. Вот я хочу прищать внимание вот на такие мелкие затяжки. Смотрите, как шахтёр-то. Веном в этом домашнем матче. Хаген неудачно отбил по центру. Ну вот этот совсем... Простили хозяева сейчас нашу команду. Ведь на это тактика ему всё-таки приносила успех. Что, второй пенальтик? Нет, жёлтая карточка за симуляцию. Ну, норвежцы тоже грешат. Аршавин. Знаменитый аршавинский финт. И решил сходу пробить. И урикошет удобный. А, Стаса не пошёл на мяч спилак. Тоже мог... Последние минуты матча пошли. 89-я минута. Дальний удар. Кстати, норвежцы до конца с ней поддерживают. Это не сколько на сегодня. Это аванс футболистам на будущее. Их не покинут. Их болельщики останутся вместе с ними. И всё-таки будем откровенны. Этот гимн до начала матча звучал куда более мощно и сложенно. Повезло сейчас. Да. За 5 секунд до конца основного времени. Стэнсон. Игрок последний вышел на замену. Очень неплохо провёл. И сейчас, пожалуй, Камил не успел. Обмениваются рукопожатиями. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...